Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И сейчас мы с вами поговорим о первой главе первого послания апостола Петра. В современном русском переводе, как, впрочем, и в подавляющем большинстве более древних вариантов этого текста, послание называют соборным посланием, хотя на самом деле, конечно, у нас нет всерьез оснований думать, что Петр обращает это послание ко всем христианским общинам по всему лицу земли. Нет, это вовсе, конечно, не такая энциклика глобальная, а скорее все-таки послание к нескольким знакомым Петру общинам, которые, по мнению исследователей, скорее всего, располагались в Малой Азии, где-то вот между, грубо говоря, Антиохией и Византией, вот в этом пространстве. Датировка написания этого послания тоже достаточно сложная вещь, потому что можно более или менее с уверенностью полагать, что оно написано, должно было быть написано приблизительно до 1963 года, или, может быть, совсем вскоре после, но, скорее всего, до прибытия апостола Петра в Рим. И уж, несомненно, оно не могло быть написано раньше, простите, позже, 65-67 года, когда апостол Петр в Риме погиб. Но в то же время хороший греческий, свойственный этому посланию, заставлял бы нас усомниться в авторстве апостола Петра, и в датировке, соответственно, тоже, если бы в самом конце не было указания на то, что это послание пишется через силуана, через силуана, или силу апостола ученика Петра, который, скорее всего, излагает в письменном виде те мысли, которые апостол ему сообщает в устной форме. Дело в том, что сам апостол Петр по свидетельству древних не так хорошо владел греческим языком и нуждался в переводчике. Поэтому, вероятно, технология, если можно так выразиться, составление этого послания было такова, что апостол говорил основные мысли, может быть, некоторые цитаты, там есть веткозаветные цитаты, силуану, а силуан облекал это уже окончательно в письменную форму. Но, как вы понимаете, суть дела на самом деле от этого не меняется. Апостол обращается к христианам Малой Азии, как я уже сказал, скорее всего, Малой Азии, и вот он указывает, собственно, провинции, Понт, Галатия, Каппадокия, Азия и Вифиния. Это как раз несколько римских провинций, там расположенных на территории современной Турции. В это время христиане довольно неожиданно для себя становятся объектом сильных гонений, подвергаются преследованиям, причем эти преследования, чем дальше, тем больше разгораются. Если первое десятилетие после воскресения Христова христиане за пределами Святой Земли в общем относительно спокойно могли существовать, потому что их считали одной из многочисленных иудейских сект, то где-то к концу 50-х, в начале 60-х годов ситуация меняется, начинаются гонения, и получается, что апостолы в своей проповеди, в своем свидетельстве говорили о наступлении последних времен, говорили о том, что приблизилось царство Христа, вот должна начаться новая, другая жизнь, в которой многое будет не похоже на то, что мы привыкли видеть, и вот наступают эти времена, связанные именно с жестокими страданиями христиан и упорными гонениями. Как к этому относиться, что думать, как видеть вот эту ситуацию, что следует делать общинам и христианам, которые в эти общины входят, надо заметить, что вообще говоря подобного рода интенцию, мы наблюдаем также и в апокалипсисе Иоанна, потому что там тоже общины Малой Азии, там тоже ужесточившиеся гонения, и там тоже вопрос о том, в чем заключаются последние времена, конец времен, эскатологические ожидания. Но в послании апостола Петра, во-первых, оно написано на добрых три десятилетия раньше, а во-вторых, предлагается некоторый иной взгляд на те же самые вопросы и иные ответы, может быть, с несколько другой стороны. Ну вот, как обычно, как принято было в переписке того времени, апостол Петр обращается к христианам и пишет пришельцам, рассеянным в понте, галате, капотаки и так далее, избранным по предвидению Бога Отца к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Вот смотрите, следует, мне кажется, обратить внимание на это определение. Во-первых, Петр говорит пришельцы, называет христиан пришельцами. Ну, ясное дело, что для того времени этот термин мог иметь несколько значений. В первую очередь, конечно, его можно было отнести к иудеям, которые жили в Россиянии. В более поздние времена к этому термину прилагали разные слишком романтические толкования, говоря о том, что вот там христиане, пришельцы в этом мире. Это, в общем-то, наверное, так, но Петр, скорее всего, имеет в виду гораздо более простую вещь, обращаясь к людям, рассеянным в понте, ну и в других, соответственно, провинциях, явно он имеет в виду иудеев. И говорит о христианах, что они избранные по предвидению Бога Отца при освящении от Духа. То есть, вот эти сердца этих людей, их души, они входят в замысел Бога о спасении человечества. Бог заранее знает, что есть такие люди, которые откликнутся на его призыв. Петр не обсуждает здесь всех остальных других людей, которые вот в эту категорию в данный момент не попадают. Неправильно было бы видеть здесь обоснование богословия предопределения. Нет, его тут на самом деле вовсе нету. Он говорит о том, что вот он обращается к тем, кто был призван Богом, призван заранее, кто получил освящение от Духа к послушанию и окроплению кровью Христа. И, наконец, вот, конечно, невозможно не обратить внимание на это выражение окроплений крови Иисуса Христа, потому что оно свидетельствует о том, что у автора послания есть представление об очистительной, искупительной жертве Иисуса Христа. А мы приходим к этому выводу, потому что, конечно, это вполне аналогично очищению через окропление кровью жертвенных животных, которое было характерно для иудейского культа в Иерусалимском храме. Ну вот, дальше апостол переходит к таким начальным благословениям, достаточно, надо сказать, пространным, в этом смысле записывавшие эти слова и эти мысли Силуан примерно так же пространные и витиеваты высказываются, как, скажем, к примеру, и апостол Павел. И вот здесь говорится вот о чем. Автор, видимо, Петр, начиная с благословения Бога, говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И он пишет о том, что Бог возродил нас из мертвых к упованию живому. То есть, вот эта идея, кстати, присутствующая также и у апостола Павла, что некоторое действие Бога нас, мертвых, возрождает к жизни. Она чрезвычайно важна. По-видимому, повторяю, раз она встречается у таких достаточно разных людей, как Петр и Павел, скорее всего, она была широко распространена в первых христианских поколениях. Вот Бог, который во Христе воскресением, воскресением Христа возрождает нас от смерти к жизни. Не то, чтобы речь шла о каких-то там посмертных приключениях когда-нибудь потом и после этого там жизнь после смерти. Нет. Скорее мы видим, что апостолы наше сегодняшнее состояние считают мертвостью, а встречу с Иисусом Христом считают наоборот возрождением к жизни. Вот апостол Петр пишет, что Господь возрождает нас к некоторому наследию, наследию живому, которое хранится, готовится дается людям, которые силой Божьей соблюдаются ко спасению, сохраняются ко спасению через веру. Вернемся к контексту. Получается, что апостолы обращаются к переживающим гонения христианам и говорят о том, что вот, да, гонения, да, никакого там триумфа нету и никто не сбегается к подполью, в котором вы молитесь, чтобы прижаться к вашим благословениям, нет, ничего этого нет, но ваша вера это то, благодаря чему Бог сохраняет вас в спасении, вот, чтобы вера ваша оказалась вашей похвалой, вашей честью, вашей славой в явлении Иисуса Христа, в которого вы веруете и радуетесь, веруете и радуетесь. Вот апостол говорит, вы его не видев любите, и, знаете, может быть, это гораздо важнее, чем то, что мы привыкли и в этом месте тоже читать про верование, потому что для Петра может быть вот то, что вытаскивает нас Божьей силой из смерти к жизни, то, что укрепляет нас в этом наследии, то, что дает нам возможность силой Божьей достигать спасения душ, это любовь к Иисусу, любовь, а не столько принятие на веру тех или иных утверждений о нем, вот что фундаментально тоже важно, потому что пройдет еще пара столетий, и люди начнут называть верой пара столетий, я имею ввиду, как вы понимаете, от момента написания этого текста, люди начнут называть верой правильное цитирование тех или иных догматических формулировок, или неправильное, да, вот там такие формулировки, это правильная вера, другие формулировки, неправильная вера, Петр называет верой нечто совершенно другое, потому что здесь информации об Иисусе крайне мало, даже Евангелие только начали еще записываться, еще не существуют в своей полной окончательной форме, здесь вера это именно любовь Иисуса Христа, вы веруя в Него радуетесь радостью, значит, для адресатов Петрова послания вот такое личное отношение к Иисусу действительно становится источником радости, Дальше апостол говорит о том, что собственно вам дано спасение, вы в нем укреплены, утверждены именно вашей верой, вашей любовью к Иисусу, и это делается силой Божьей, и он говорит о том, что так было задумано, что все идет по плану, если так можно выразиться, именно к этому вашему спасению, которое совершается в скорбях и гонения, относились мысли, поиски, изыскания пророков, которые думали, когда и в какое время совершится это обещанное спасение. Любопытно, что здесь Петр, говоря об этих изысканиях и исследованиях пророков, довольно необычный, кстати, способ относиться к ветхозаветным пророчествам. которые, собственно, за исключением книги Даниила, не являющейся пророческой по своему жанру и происхождению, а все остальные не очень сосредоточены на теме, когда наступит это время. Может быть, вообще апостол имеет в виду именно Даниила и позднее писание мудрых Израиля. Так вот, он говорит о том, что собственно, главное, что было открыто пророкам по этому поводу, по поводу того, когда наступит спасение Христова, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, им было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, как выражается апостол Павел. И так пророкам было открыто, что не только их поколением не им, но и другим поколениям тоже было предназначено это спасение. Далее, собственно, может быть, основная мысль апостола в этом послании заключается в следующем, то, что он пишет дальше. В этих гонениях, в этих опасных и трудных условиях, когда и сомнения могут одолевать, и любви недостаточно, вот он говорит, соберитесь, соберитесь, собственное выражение, припояжьте чресло ума вашего, имея в виду наденьте ремень на ум, на ум, то есть, он предлагает именно максимально собрано, не раз хлябанно думать, и говорит, вот, припояжьте чресло ума вашего, бодрствуйте и уповайте на подаваемую вам благодать, то есть, он полагает, что в этих гонениях, в этих трудностях полнота благодати Христовой в его учениках неизменно. И вот, продолжая этот разговор, Петр пишет, сами будьте святы во своих поступках. Да, вокруг гонения преследуют, изгоняют, пытаются убить, но вопрос, собственно, не в том, что делают люди вокруг, а в том, что делаете вы сами. И в этом смысле надо сказать, что для 21 века идея весьма актуальная, хотя, может быть, и не такая очевидная, потому что мы тоже очень склонны думать о том, что какие-то другие люди делают, особенно в отношении нас, что-то неправильное. Ну, в большинстве стран, за исключением некоторых, вроде Индонезии или там Саудской Аравии или Ирана, на христиан более или менее прямых гонений нету, поэтому мы выбираем какие-то более сомнительные поводы. Хотя время от времени случаются и жестокие теракты, направленные против христиан и в самых, казалось бы, христианских странах в мире. Вот, и мы, повторяю, очень склонны обвинять других, вот это вот они не там пляшут, не то строят или там еще чего-нибудь против нас. А на самом деле апостол в подобной ситуации, даже гораздо более жестоко и опасно говорит на себя, смотрите, будьте святы во всех поступках, сами будьте святы во всех поступках. Это очень важная для апостола Петра мысль, продолжая ее, он говорит, ну вот раз вы называете Бога отцом, раз вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит по делам, тогда со страхом проводите время странствования вашего. Почему со страхом? Едва ли он имеет в виду, что мы должны воображать себя дрожащими тварями и шарахаться от каждого шороха, как новорожденные котята? Нет, конечно, речь идет об осторожности, о том, что время странствования нашего это время, когда каждый наш выбор, каждый наш поступок оказывается важным, оказывается значимым. Продолжая, Петр говорит о том, что вы же знаете, что вы искуплены не золотом и не серебром, а драгоценной кровью Христа. Кроме того, что, повторяю, это речь о восприятии Иисуса Христа как жертву за грех всех нас освящающая нас, его кровь окропляет нас и очищает, как в Ветхом Завете в Иерусалимском храме кровь жертвы. Но еще я думаю, что важно обратить внимание на слово «искуплены», потому что снова в современном понимании здесь есть некоторые сложные нюансы, сложные нюансы, потому что вот видите, мы обычно думаем, что некий выкуп, который Бог за нас дает, кому, для чего, что это означает на практике, да, и в современном богословии часто приводит такой тупиковый путь рассуждения, что обычно люди говорят о том, что Бог искупает нас или приносит искупительную жертву кому? Кому? Ну вот на самом деле видите, апостол имеет в виду вот что. Он, конечно, говорит об существовавшем за добрых полтысячи лет до Рождества Христова обычае выкупать пленников на свободу. У кого? Да у кого попало? У персов так у персов, у Вавилонин, у Вавилонин, у ассирийцев, ну, впрочем, ассирийцы обычно не шли на то, чтобы у них выкупали пленников, у каких-нибудь еще окрестных народов, каких-нибудь кочевых аравийцев, которые тоже были не прочь захватить в заложники кого попало? Да и в ветхозаветной вот этой практике сбора денег общенародного и выкупа пленников на свободу, как, кстати говоря, этот обычай был распространен и на Руси в те времена, когда Крым был турецким. Вот, и нужно было выкупать русских пленников у этих самых турок. Так вот, важно не то, у кого, кому платится этот выкуп, кому надо, кому попало, тому и платится. Важно, к чему, куда, кого искупают, к свободе. Это выкуп, который Бог отдает за нас, ради нас. А уж кому, это вопрос не такой интересный. И еще, вот видите, здесь апостол вполне прямо пишет, вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И он говорит о Иисусе Христе как о агнце, предназначенном еще прежде создания мира, явившегося в последние времена для вас. Это не такая новая новая для той эпохи, для иудейской мысли религиозной, богословской идея представление о том, что существует вот нечто, что было у Бога прежде бытия мира, прежде создания мира, как здесь выражается Петр. Иудейские богословы, думая об этом до Иисуса Христа, конечно, говорили о том, что сначала существует закон Тора, а потом создается мир, где Торе надлежит быть законом жизни, премудрость Божья существует до того, как создается мир, которым она будет управлять. Мессия, Спаситель Израиля, тоже в представлении не всех, но определенной части иудейских богословов тоже существует прежде бытия мира, в котором ему предстоит, придя, стать искупителем Израиля. И вот апостол Петр, по-видимому, знакомый с этим направлением иудейской мысли, вот он говорит так об Иисусе Христе, таким образом подчеркивая, что Христос и есть тот самый прежде создания мира, предназначенный к нашему спасению, тот, через кого это искупление совершается. И вот продолжая то, что он говорил о том, что будьте святы во всех своих поступках, он говорит теперь о том же самом, но по-другому, послушание истине через Духа. Он говорит об истине Божьей, которая открывается нам во Христе, говорит о том, что Дух Святой дает нам возможность, делает нас способными слушаться эту истину. В конце концов, понимаете, услышать правильные слова и впустить их в одно ухо и из другого выпустить, люди могут легко. Строго говоря, Петр здесь, можно сказать, почти цитирует или дает некоторую отсылку к притчу сеятелю, который рассказывает Господь Иисус. Вот он говорит о том, что услышать недостаточно, надо слушаться истину, надо суметь воплотить это послушание в своих поступках. И вот именно об этом говорит он как о даре Духа, послушании истине через Духа. Вот и призывает постоянно любить друг друга от чистого сердца. Он говорил о важных очень трудных для понимания вещах, особенно если его читатели, по крайней мере, часть из них были христианами из язычников и не очень глубоко были знакомы, скажем так, с поворотами иудейско-религиозной мысли. И он поэтому переходит в очень практическую плоскость. Послушание истине это то, что дается нам через Духа, мы становимся к этому способны, и заключается она в том, чтобы любить друг друга от чистого сердца. Любить друг друга от чистого сердца. И для него тоже это и есть жизнь в вере, как на предыдущей странице он говорил о том, что вера это на самом деле любить Иисуса, и вот здесь он говорит жить в вере это на самом деле любить друг друга от чистого сердца. И это и есть возрождение от слова Божьего. Помните в самом начале этой главы он говорит о том, что Бог из мертвых вернул нас к жизни. Вот любить друг друга от чистого сердца это и есть такое возрождение, которое дается от слова Божьего. И этот фрагмент его послания заканчивается первыми стихами, которые были отнесены ко второй главе, хотя логически, конечно, к ней не относятся, где апостол говорит о том, что нужно отложить злобу, отложить злобу, чтобы мы вкус... дабы вкусить, что благ Господь возрасти вам во спасение. Вот этот опыт благости Бога, который, собственно, и дается нам, когда мы любим Иисуса Христа, это и есть то, что делает нас способными любить друг друга от чистого сердца, и таким образом, как выражается апостол, возрасти во спасение, вот таким образом, мысли его в этом фрагменте послания оказываются довольно определенными и все глубоко связанными друг с другом. Возрождение к жизни – это значит любить Иисуса Христа, это значит поступать по правде Божьей, это значит выйти из плена собственного несовершенства, будучи искупленными кровью Христа, и это значит любить друг друга, и это есть спасение, в котором мы вкусили, что благ Господь.